На рынке зоотобаров пеленки для собак появились относительно недавно. Эти средства впервые начали использовать в Японии. В данном видео будет рассмотрено три вида одноразовых пеленок. Первая фирма О. Абсорб размерами 56 на 56 см. Вторая фирма это Супер Неппи размером 60 на 60 см. И третья фирма фирма Трикси размерами также 60 на 60 см. Пеленки О. Абсорб на сайте шаншилка.ua идут под кодом 148.01. Данная пеленка с добавлением аттрактанта, запах которого делает их местом привлекательным для исправления нужды. Обратная сторона пеленки имеет влагонепроницаемую основу. Данные пеленки могут впитывать до 200 мл жидкости. Сама пеленка не такая плотная, как остальные две, но это не мешает ей впитывать жидкость на уровень с другими. Данные пеленки являются наиболее оптимальными и дешевыми по цене. Легинические пеленки незаменимы во время болезни, мешающие вашему питомцу выходить на улицу. Их также нередко используют для приучения щенков кладку. Пеленки Супер Неппи идут под кодом 158.58. Эти пеленки также нашиты на влагонепроницаемую основу, поэтому в случае обильного мочеиспускания влага все равно не просочится наружу. Данная пеленка отличается от остальных двух представленных в этом видео тем, что две стороны окантовки плотно пришиты к основе. Эти пеленки средней ценовой категории. Одноразовые пеленки сделаны по принципу памперса, когда жидкость впитывается в наполнитель, а поверхность остается сухой. Запах при этом также не распространяется. Очень удобно использовать пеленку во время родов, а также для уже родившихся щенков застилать место, где они с мамой обитают. Одноразовыми пеленками можно застелить лоток или полностью покрыть ими домашний вольер. Третья пеленка – это пеленки фирмы Трикси, которые идут под кодом 13490. Эта пеленка голубого цвета с белой основой. Также эта пеленка нашита на влагонепроницаемую основу. Эти пеленки являются самыми дорогими из пеленок, представленных в данном видео. Они отличаются цветом от предыдущих двух, а размерами похожи на супернеппи. По впитывающим свойствам все три пеленки практически одинаковые. Только вторая пеленка немножко плотнее, чем первая и третья, а на ней остается капля воды перед впитыванием. Субтитры создавал DimaTorzok